Это у нас Видалай 2018, время неправильно, но ничего. Это Рамануджа Ачарья, да, вы говорите? Да, меня зовут Кришна Шаранадас. Всем привет, Бхакти Марга. Советую, да, почитайте. Это та книга, за которой я сейчас охочусь. Рамануджа Ачарья, вот, с его комментариями Бхагавадгита. То есть очень, очень глубокое описание. Есть еще Парамахам с Йоганандой Бхагавадгита. Тоже очень круто. Вот, и Рамануджа Ачарья, то есть ее уже больше тысячи лет. А, это было, да, да. То есть это такое оригинальное, оригинальное вообще описание. Потому что все Бхагавадгиты переводы, они какие-то очень, ну, немного лет. То есть нету, нету вот этой глубины веков. А Рамануджа это все-таки отец-основатель. А в чем издание, или как бы, кто издавал именно Рамануджу Ачарью? Нет, это же переписывали, переписывали. То есть у него были уже, то есть он писал, как тогда писали, в принципе, тысячи лет назад. Ну, каким санскритом или бенгальский, что у них там уже было, может, нет? Не скажу. Но все равно же английский, это же английский перевод, а потом что английский уже перевод. Это южная Индия. Ну, да. Поэтому, скорее всего, это санскрит, потому что бенгальский, это больше северный. Ну, да, да. Я просто, я еще сам ищу эту книгу. А, то есть поиски даже, да? Да, я еще поиски. Я читал, ну, как все мы читаем, Бхагавадгитру Канаги. Ну, да, да. Это правхупады вариант, как бы, да. Там много, конечно, есть именно прямых упоминаний и проповедей именно его традиции. Но это и правильно, он говорит о своей традиции. И очень интересно про Махам Свеганага. Потому что даже если есть такая книга «Джайвад Хармеси», вы читали, она тоже в разных переводах. Так. И здесь коновский вариант, еще там разные Махи переводят. Ну, кто-то говорит, вот это лучше, там, то есть все, то есть какие-то качества. Я почему-то спрашиваю, какой перевод, потому что кто-то, как бы, понимаете, говорит, ну, вот, Армуну Ачарья, это же тоже, как бы, довольно-таки авторитетный, получается, да? Это Ачарья, основатель. Это Шри Сампрадая, по-иде. Это Шри Сампрадая. Шри Сампрадая, он, да? Ага. Ямуна Ачарья дал ему инициацию, когда он же не был в теле. Потому что, если мы берем Искон, насколько я понимаю, они Брахма Сампрадая, да, по-иде? Они из Брахмы Сампрадая в основном идут. Единственное, читание Махапрабу, он получал Саньясу в Шри Сампрадая. В Шри Сампрадая. Ну, у Ачарьи и Шри Сампрадая. А, ну, да. Просто для настоящих индусов они не настолько дифференцируют вообще вот эти вот все моменты. Главное, это Господь, Господь один, и мы все в нем объединяемся. Поэтому, я даже когда был во Вриндаване, там очень интересный такой есть момент, что хинду, они спокойно заходят во все темплы, и они себя очень органично там чувствуют. А у нас какие-то в мозгах заморочки. Сейчас я в Кришна Баларам зайду, а туда не зайду. Что-то авторитетно, а что-то не авторитетно. На самом деле, это все наши мозги устанавливают, этот авторитет. Да, реально это не нужно. Да, если Господь там уже пришел в образе Мурти, значит, Он там присутствует. Как Дурга, как Кали, как Ганеш, как Шила. Это все Господь. И еще писание, конечно, советую своего гуру-дева, Парамахамса Вишвананды. Он сделал такую интересную очень выжимку с Шимадбхагаватом, такая объемная книга. Все песни Шимадбхагаватом, самые такие сокровенные моменты он вывел в одно писание. И Бхагавадгитус его комментария. Ну, спасибо, благодарим. Дай городу. Дай городу.